Программа содержит материалы о Второй мировой войне, не рекомендованные некоторым категориям зрителей. Берманский фронт, февраль 45-го года. Около тысячи японских солдат сражаются за свою жизнь на отдалённом тропическом острове. Войска союзников ведут обстрел с суши, моря и воздуха. Японцы попали в окружение врага, превосходившего их числом и вооружением. Чтобы выжить, им пришлось бежать. История гласит, что, пытаясь спастись, японцы забежали в болото, кишащее огромными крокодилами. Началась бойня. Из почти тысячи солдат выжило только 20. Та ночь на острове Рамри породит одну из самых жутких историй о Второй мировой войне. Оказавшись в ловушке, отчаявшиеся солдаты пошли на немыслимый шаг и поплатились за это своими жизнями. Такая странная смерть. Крокодилья бойня на острове Рамри — это правда или вымысел? Вопрос в нашем вкусе. Мы искатели истины, таящиеся за самыми странными страницами истории. Тайны Второй мировой войны. Я историк. Я ищу ответы в хрониках прошлого. Такой крокодил легко съест человека? Да. Я исследователь. Ищу реальное в том, что кажется невозможным. Иду туда, куда меня ведет интуиция. Может, они сознательно пошли на смерть? Вас ждет кое-что очень-очень странное. Мы прольем свет на историю о рекордном кровопролитии и правдиво изложим факты. Странная Вторая мировая. Крокодилья бойня. В детстве я обожал книгу мировых рекордов Гиннесса. Один рекорд был настолько страшным, что я запомнил его навсегда. Наибольшее число людей, убитых крокодилами. Плыть нам долго. Да. Под конец Второй мировой войны всего за одну ночь более 900 японских солдат были съедены крокодилами на Рамри или Янбье, острове у западного побережья Мьянмы, бывшей Бирмы. Считается, что огромные крокодилы напали на японских солдат, бежавших от нападения союзников. Из почти тысячи человек выжило всего 20. Я позвонил редактору книги рекордов Гиннесса, и он сказал мне, что рекорд до сих пор не побит. Японские солдаты Второй мировой войны запомнились нам не по таким историям. Вот какими мы помним японские войска Второй мировой. Поначалу они казались неуязвимыми. Война между Китаем и Японией разразилась в 37-м году. Японцы уничтожали китайские войска и истребляли мирное население. В 40-м году японские войска вторглись во французский Индокитай, современный Вьетнам. Япония подписала тройственный пакт с нацистской Германией и Италией и стала союзником Адольфа Гитлера и страной гитлеровской коалиции. Нацисты и японцы договорились, что пока Гитлер будет покорять Европу, Азия станет японской империей. 7 декабря 1941 года японский воздушный флот атаковал военно-морскую базу США в Пёрл-Харборе на Гавайях. После нападения на Пёрл-Харбор японские войска начали неумолимое наступление на колонии, принадлежавшие западным странам. Гонконг, Сингапур, Голландскую Ост-Индию, Филиппины и Бирму. Эта британская колония оборонялась крайне слабо, и японцы покорили её без труда. Всего за полгода японские силы завоевали территорию площадью около 4,5 миллионов квадратных километров. Одерживая победу за победой, их войска пробивались сквозь самые густые и опасные джунгли Азии, в то время как союзники считали, что в них не проникнет ни одна армия. Так как же вышло, что крокодилы с Рамри съели почти тысячу солдат, уже давно сражавшихся в джунглях? Такая странная смерть. Да. Давай посмотрим, есть ли тут крокодилы. Да. Тут небольшой рукав. Можно там поискать, в стороне от основного русла. В тенистых местечках. Это не крокодил? Арджи, смотри, у того выступа. По-моему, просто бревно. Попробую под водой снять. Ну что? Вода мутная, видимость так себе. Нужно смотреть в оба. Может, они отдыхают или на солнце греются. Кто знает, чем они занимаются. Я попробую поспрашивать в деревне. А я посмотрю в манграх, может, найду что-нибудь на суше. Ладно. В манграх не нашлось никаких свидетельств крокодили и бойни. Деревня Сикпья. Я поищу другие источники информации. Пообщаюсь с бирманцами, жившими здесь во время войны. Такое страшное и странное событие, как крокодилье бойня, должно было запомниться местному пожилому поколению. Тинг-Аунг и Шей, жители Рамри. Когда война пришла на остров Рамри, Тинг-Аунг и Шей были еще маленькими. Японцы бежали от британских солдат. Хотели пересечь реку. Мы прятались в деревне Джонг-Шат на другой стороне. Когда японцы ушли, никто не знал, живы они или нет. Мы видели их бамбуковые плоты. Похоже, на них они и пытались пересечь реку. Эти люди помнят, как японцы пытались бежать. Но никто не застал самой бойни. Мне рассказали и о здешних крокодилах. Больших, голодных и опасных. Один наш знакомый сидел в лодке и мыл ноги в реке. Тут его схватил крокодил. Он только и успел зацепиться за дерево. Крокодил откусил ногу, но мужчина сумел выжить. Если вам кажется, что они надо мной подшучивают, задумайтесь. Каждый год крокодилы убивают около 150 человек по всему миру. Гребнистые крокодилы считаются самыми агрессивными. Крокодилы действительно нападают на людей. И теперь мы знаем, что местные жители страдали от них уже не раз. Но где же скрываются крокодилы-убийцы на Рамре? Возможно, в мангровых зарослях Арджи повезет больше, чем мне. Мингалоба, крокодилов не боитесь? Господи, не вылезти. Только глубже затягивает. Если здесь есть хищники, лучше не задерживаться. Но этот человек говорит, что он приходит сюда каждый день рыбачить, и крокодилы его не беспокоят. Тут не опасно? Крокодилов нет. Вообще? Тут не опасно. Значит, не опасно. Это мангровое болото очень коварное. Затягивает, как зыбучие пески. Мне и без крокодилов уже страшно. Еще и острые ветки повсюду торчат. Чем глубже я заходил, тем сложнее было продвигаться. Бежать по этому пути невозможно. Однако в 45-м году почти тысяча японских солдат пыталась скрыться от союзных войск где-то в этом районе. Похоже, у них не оставалось выбора. Но вот что странно. Я до сих пор не встретил крокодилов. Ничего не вижу. По-моему, я уже слишком далеко от воды. Здесь мне их точно не найти. Попробую пойти назад. Мне бы помыться. Привет. Как дела? Хорошо. Как твои успехи? Я пообщался со стариками в деревне. Они рассказали об отступлении японцев, видели какие-то бамбуковые плоты, но самих солдат не застали и подробностей не сообщили. Надо мной посмеялись, когда я про крокодилов спросил. Думаю, нам нужно узнать, где водятся крокодилы и как они могли убить столько людей. Есть одно место, где мы можем взглянуть на них и узнать что-нибудь новое. Отлично. Идем. Мы с Арджием изучаем рассказ о крокодиле и бойне на берманском острове Рамри в конце Второй мировой войны. Считается, что более 900 японских солдат погибло в результате нападения гигантских крокодилов. Но могут ли крокодилы убить столько человек за один раз? Чтобы разобраться, мы познакомимся с этими присмыкающимися преступниками поближе. Сколько им лет? Два года. Тханг Тайк, заместитель директора крокодилья фермы Тхакета. Каждый год они вырастают примерно на 30 сантиметров. Он длиной с мою руку. Этот трехлетний? Да, примерно. Даже жалко его. Сначала здесь. А он тяжеленький. Я лучше со стороны посмотрю. Точно не хочешь? Мне понравилось держать маленького крокодила. Но мы хотим познакомиться со взрослыми. Этот пруд кишит крокодилами. Такие огромные. Насколько они крупные. Самые маленькие – 3 метра. А самый большой – 5,5. В три раза больше взрослого человека. Сколько едят такие крупные крокодилы? От 5 до 7% их собственной массы. Столько мы им и даем. Крокодилы не такие прожорливые, как другие животные. Такой крокодил легко съест человека? Да. Слышали о крокодиле и бойне на острове Рамри? Да, слышал. Сколько крокодилов понадобится, чтобы съесть 900 или 1000 человек? Чтобы съесть 1000 человек, крокодилов должно быть около тысячи или полутора тысяч. Если предположить, что один крокодил съест только одного человека из тысячи, то, скорее всего, более полутора тысяч. И они должны быть больше трех метров. Значит, это возможно. Как думаете, на острове Рамри могло находиться столько крокодилов в одном месте? Тханг Тайк сомневается. Он говорит, что крокодилы – территориальные животные. Взрослый крокодил соседей не любит. Если каждая рептилия съела по солдату, маловероятно, что в мангровых зарослях могло находиться так много крокодилов. Крокодилы тут голодные, но они едят мелкую рыбу. Сомневаюсь, что они способны убить от 900 до 1000 взрослых человек. Да, они похожи. Чтобы съесть столько людей, потребуется более тысячи крокодилов. Возможно, искать объяснение событиям на острове Рамри нужно не в поведении крокодилов. Что, если их объяснит поведение японцев? Каково им было сражаться в берманских джунглях? Здесь есть одно место, где я давно хотел побывать. Оно на севере. Думаю, там мы найдем ответ. Хорошо. Арджи еще не знает, что в следующем пункте назначения я постараюсь раскрыть сразу две тайны Второй мировой. Крокодилю бойню Рамри, а также неизвестную историю моего героя Второй мировой войны. Он сражался в Бирме более 70 лет назад. Мы в горах Чин на западной границе с Индией. Едем по дороге Тиддим в город Тэддим. Крокодилы здесь точно не водятся. Я считаю, что дело не только в крокодилах. Судя по всему, в гибели более 900 японских солдат на острове Рамри виновны не одни лишь голодные крокодилы. Возможно, нам стоит спросить, зачем столько японских солдат бросилось в воды, кишащие крокодилами. Мы приехали в горы Чин. Где-то здесь проходили тяжелейшие бои. Мы хотим узнать, что именно произошло с японской армией в Бирме. Смотри-ка, красота! Да, вид, что надо. Солдатам в таких горах пришлось не сладко. Вернемся к началу Второй мировой войны. Казалось, никто не сможет остановить японцев. К середине 42-го года они были близки к победе. Но вскоре все изменилось. Америка начала долгую и кровавую военную кампанию, чтобы отвоевать в Тихий океан. К 44-му году преимущество было уже на стороне союзников. Но затем японцы начали дерзкое наступление на главную британскую колонию – Индию. Британия бросила все силы на оборону. Армии встретились неподалеку от гор Чин, на границе между Бирмой и Индией. Здесь проходили одни из самых кровавых сражений Второй мировой. Это поле боя имеет для меня особое значение. Зачем мы сюда приехали? Тут воевал мой дедушка. Моего дедушку звали Джон Брюс Фолкнер. В 44-м году он был 19-летним лейтенантом Королевского Западно-Кентского полка. Здесь он и тысячи других британских солдат пытались остановить японцев. Здорово. Значит, он как следует повоевал. Да, его даже наградили военным крестом. Я хочу пройтись по пути солдат, сражавшихся в джунглях, чтобы разобраться в случившемся на Рамре. А вот и он. Здравствуйте, я Сэм. Привет. Роберт. Суанг Хантонт, племя Чин. Суанг Хантонт, представитель племени Чин, живущего здесь уже несколько веков. В 44-м году Чин помогали союзникам и учили британских солдат жить и сражаться в их джунглях. Возможно, предки Суана научили моего дедушку пользоваться дарами природы. Он ставит ловушку. Выкапывает ямку. Кого мы хотим поймать? С помощью такой ловушки можно поймать джунглевую курицу и других животных. Что-то вроде пружинной ловушки. А это что? Я сорвал ягоду и вставил ее сюда. Какая точная работа. Да, все продумано до самых мелочей. Будь я курицей, схватил бы эту ягоду. Попробую взять так, чтобы ловушка не сработала. Не сможешь. Так. Надо же. Впечатляет и правда сработала. Но ягоду я взял. Последняя ягода в твоей жизни. Горные племена не просто предлагали свою помощь союзникам. Поначалу некоторые бирманцы приветствовали вторжение японцев, надеясь, что они освободят их от британских колониалистов. Но японцы оказались жестокими завоевателями, и многие жители гор перешли на сторону союзников. Они устраивали засады на японские патрули, спасали союзных пилотов и даже построили взлетно-посадочную полосу. В этих джунглях они, как никто другой, умеют выслеживать добычу и выживать. Я жив. Получилось. Хорошо. Смотри-ка. Как обезьянка. Как у него получилось? Молодец. Почти не больно. Зачем нужно прятаться на деревьях? Обычно животные не поднимают голову. Они смотрят только на землю. Такие хищники, как тигры, нападают только на земле. Вид отсюда точно лучше. Теперь понимаю. Если внизу идут вражеские солдаты, они не будут искать тебя на деревьях. Твой дедушка рассказывал о службе? Очень редко. Он хотел забыть об этом. Говорил только изредка, когда мы в шахматы играли. И что рассказывал? Подробностей не помню. Он говорил о японцах, о войне. Взгляд становился такой, будто он теряется в воспоминаниях. Обычно незадолго до шаха и мата. Надеюсь, не за четыре хода? Нет, больше четырех. Пять или шесть. Не знаю, прошел ли я по тем местам, где воевал мой дедушка. Ясно одно. В сорок четвертом году эти горы были полем боя. К танку подходим. С ума сойти. Никогда не видел перевернутые. Будто по-новому взглянул. Да. Если видишь днище танка, значит день не задался. По-моему, это танк М3 модель Ли Грант. В Европе они слишком сильно выделялись на равнинах, но для джунглей подходили прекрасно. Мы знаем, что они сыграли важную роль в отражении японского наступления. Я взял архивные записи, в которых упоминались танки. Они помогут нам представить, что здесь происходило и как помогали танки. 30 августа роты А и Д выдвигаются на рассвете. Рота Д по дороге при поддержке танков. Рота А с правого фланга. Солдаты шли по центру, а танки ехали по флангам. В 9 утра роту А обстреливали сверху, но они продолжали наступление. Шли вперёд под огнём. Два часа наткнулись на пушку калибра 115 мм. В 10 утра танки вступили в бой и подавили огонь. Видишь, как эффективно они действовали. А про твоего дедушку что-нибудь есть? Да. Для меня это довольно трогательная запись. Конец недели, 3 сентября 44-го года. Офицеры, покинувшие фронт за неделю. Лейтенант Джейби Фолкнер, западно-кентский полк. Причина – боевое ранение. Его тут ранили. Сражения в горах и на равнинах внизу стали поворотным моментом бирманской кампании. Японские силы оказались вне досягаемости отрядов обеспечения, и британская оборона выдержала наступление. Японцам не хватало провизии и вооружения для выживания в джунглях. Они терпели поражение в бирманской войне. Но как связаны здешние отчаянные сражения с бойней на острове Рамри? Поражение было не за горами. Что, если почти тысяча солдат предпочла жизни в джунглях смерть в пасти крокодила? Согласно книге рекордов Гиннесса, незадолго до окончания Второй мировой войны крокодилы убили почти тысячу японских солдат в бирманском мангровом болоте за одну ночь. Вот что мы узнали. Первое. Чтобы съесть около тысячи человек, понадобится тысяча очень голодных крокодилов. Второе. В одном болоте на острове Рамри не могло находиться так много крокодилов. Если японцев убили не крокодилы, возможно, их погубили бирманские джунгли? На заре Второй мировой войны японцы славились умением сражаться в джунглях. Но войска отодвигались дальше от линии снабжения, еды и воды оставалось все меньше, и выживать в джунглях стало сложнее. В горах Чин мы ощутили лишь малую долю тех нестерпимых условий. Сейчас я услышу интервью с человеком, который сумел выбраться из джунглей. Японским ветераном бирманской компании. Его воспоминания о Второй мировой — это хроники из жизни в аду. Враг обстреливал нас из больших пушек, без перерыва. Сверху бомбили самолеты. Солдаты практически не нападали. Это было невыносимо. Японцы сражались не только с союзниками. Джунгли стали другим смертельно опасным врагом. В Бирме первые полгода идет дождь, а вторые светит солнце. Одежду было не высушить. Дороги превратились в реки. Мы никогда не воевали в горах, уже скоро все пошло под откос. Мы застряли в джунглях среди гор, и отрядам снабжения было до нас не добраться. Победить мы не могли. Побывав в горах Чин, я увидел, о чем именно он говорит. Во время боев 44-го года союзники отрезали японские войска от линии снабжения. Японская армия, еще недавно считавшаяся неуязвимой, рушилась под ударами союзников. К последнему году войны жизнь в джунглях становилась все более невыносимой. В январе 45-го года мы уже восемь месяцев пытались скрыться от врага. Время было очень сложно, мы постоянно бежали. К 45-му году бирманская кампания обернулась отчаянным отступлением японцев. 30 тысяч японских солдат были убиты в боях. Малярия и другие заболевания погубили или вывели из строя еще 20 тысяч человек. Мне до сих пор снятся те дни. Большинство людей погибло от малярии. Сначала прилетали стервятники. Они поедали внутренности. Через неделю появлялись опарыши. За месяц тело превращалось в скелет. Думал, я тоже умру от малярии. Дорога, ведущая на восток от границы с Индией, получила название Хако Цукаэда, или Дорога Белых Костей. Она была усеяна трупами японских солдат. Так было повсюду. Думаю, в джунглях умерло еще больше людей, чем на дороге. К 45-му году тысячи солдат гибли в горах Бирмы. Но в мангровых болотах у берманских берегов было еще опаснее. Привет. Я посмотрел, что говорили японцы. Это из лондонской газеты 48-го года. Самую большую опасность для японцев представляли неописуемые ужасы мангровых болот. Тьма днем и ночью, километры густого непроходимого леса и черных топий. Москиты, скорпионы, мухи и миллиарды прочих странных насекомых. И самый смертоносный враг – крокодилы. Даже львы и тигры были. Да, опасно. Не сложно представить, каково им было. Боевой дух на нуле, все понимают, что им уже не победить. Может, они сознательно пошли на смерть? Массовые самоубийства? Это возможно. Сдаваться им точно запрещали. Во Вторую мировую войну массовые самоубийства японцев случались нередко. Японских солдат учили, сдаваясь в плен, они позорят себя и императора. Японцы часто подрывали себя гранатами или намеренно выбегали на линию огня союзников. Во Вторую мировую на каждых трех погибших солдат войск союзников приходился один пленный. Но у японцев на одного пленного приходилось 120 погибших. В битвах за Сайпан и Окинаву сотни мирных японских жителей прыгали со скал, не желая сдаваться. Порой японцы считали, что смерть — это единственный выход. Презрение к сдавшимся объясняет, почему японцы обращались со своими пленными столь жестоко. Во Вторую мировую только 4% пленных американцев и британцев погибло в руках немцев. В то время как в японских лагерях для пленных смертность составляла почти 30%. Союзные войска знали о жестоком отношении к пленникам и часто убивали японских солдат, пытавшихся сдаться. Японцы, попадавшие в лагеря для пленных, отказывались подчиняться союзникам. В этом убедился и мой дедушка. В последние месяцы войны под его ответственностью было около 3000 японских пленников. Янгон, бывший Рангун, Мьянма, бывшая Бирма. Лхатхаунг? Да, очень приятно. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Лхатхаунг, историк Это мой дедушка. Дедушка? Джон Фолкнер, перед толпой японских пленных. У фотографии очень интересное описание. Неподалеку от резиновой плантации на озере Кокхайн в Рангуне находится лагерь военнопленных с 3000 японцев. После нескольких случаев неповиновения новый начальник, 20-летний капитан Джейби Фолкнер из западно-кентского полка командует пленными с особой строгостью. Я хочу найти это место. Где находится озеро Кокхайн и каучуковая плантация? Озеро Кокхайн здесь. Недалеко отсюда находится деревня Кокхайн, поэтому и озеро так называли. Удивительно, значит, тут и была плантация. Да, и не только тут, там тоже. Здорово. Значит, я стою там же. Где и он? Там же, где и мой дедушка. Даже не верится, что дедушке было всего 20 лет, когда он командовал лагерем для военнопленных. Я нашел место, где ему довелось проявить свою храбрость и смелость. И это еще не все. Лхат Хаунг рассказал, что перед началом наступления на столицу Бирмы Рангун, ныне Янгон, союзники должны были захватить стратегически важный остров к северо-западу от города. Там располагалось летное поле, с которого планировалось запускать бомбардировщики. Название этого острова — Рамри. К концу января 45-го года британские силы подавили сопротивление на Рамри. У японцев на острове оставалось два выхода — сдаться или умереть. По легенде, именно в ходе этого наступления отчаявшиеся японские солдаты погибли в болоте с крокодилами. Быть может, они сознательно покончили с собой, следуя японскому кодексу воина. Или же с японскими солдатами на Рамри случилось что-то еще? Мы снова неподалеку от острова Рамри. Нам сказали, что здесь живет ветеран Второй мировой войны. Надеюсь, он расскажет, что произошло на Рамри после высадки британских войск в 45-м году. Здравствуйте. Здравствуйте. Шветун Аунг, ветеран войны. Во время Второй мировой Шветун Аунгу было 20 лет, и он работал переводчиком на союзников. Помните, как высадились союзники? Английская армия прибыла в январе 45-го года. Очень много кораблей, повсюду самолеты. Я видел около сотни. Вы испугались? Да, испугался. Все жители деревни попрятались в домах. А бои были? Японцы обороняли остров? Высадка началась примерно в 10 утра. Японские солдаты отступили. 21 января британские войска приблизились к острову Рамри в 25 километрах от Акьяба. Это вторая высадка в Бирме за месяц. Захватив остров, союзники смогут использовать лётные поля к югу от Бирмы. Британцы обрушили на остров град ударов. Крейсеры, эсминцы и канонерские лодки вели обстрел, а десятки бомбардировщиков и истребителей атаковали с воздуха. Координированный обстрел сломил оборону берега. В половине десятого началась высадка. Солдаты практически не встретили сопротивления. Японцы на Рамри не могли противостоять такому масштабному нападению. Они прятались в пещерах в других частях острова. Пляж Кьякпью, остров Рамри, современный Янбье, Мьянма, бывшая Бирма. Смотри-ка. Вроде она. Так. Очень глубокая. Видно, что это не естественная пещера. Здесь были военные. Гляди. Они двигаются. Идем. Здесь повсюду следы от зубил. Пещеру не для двух человек копали. Тут как минимум 50 поместятся. И такой бункер на острове не один. Они по всему склону. Японцы бежали к ближайшему и прятались внутри. Значит, они готовились к нападению, но не ожидали, что оно будет настолько масштабным. Похоже, после высадки на Рамри японцы поспешили спрятаться. Но что заставило их покинуть убежище и отправиться к болоту, кишащему крокодилами? Думаю, ответ можно найти в военных архивах союзников. На другом конце света. Национальный архив Лондон, Великобритания Арджи, привет! Сэм, как дела? Смотри! Я нашел отчет об операции «Блок». Здесь написано, что к 14 февраля большая часть острова, за исключением нескольких изолированных мест, была очищена от японского присутствия. Я изучил Сэнши-Сошо. Это что-то вроде официальных военных данных Японии. Здесь более ста томов, но один из них называется «Падение обороны Бирмы». Согласно японским архивным данным, солдаты с Рамри пытались отступить к материку, но побег не удался. У японцев было четыре военных плавсредства и около сотни гражданских. На них они пытались бежать, но союзники обнаружили их и открыли огонь. После этого сбежать на лодке было невозможно из-за постоянных патрулей. Отчаявшиеся японцы провели пять дней у реки Минганг, там, где мы были. Ночью 18 февраля они решили ее перейти. 18 февраля. Да, ночь крокодилей бойни. Они писали и в союзных, и в японских архивах. Похоже, мы вот-вот узнаем, что именно случилось той ночью. Мы с Аарджем нашли официальные британские и японские описания событий, случившихся в ночь крокодилей бойни на острове Рамри. Что будет, если мы сравним две версии? Поможет ли это раскрыть тайну крокодилей бойни? Блокада достигла кульминации ночью 18 февраля. В два часа ночи два крупных отряда японцев на лодках и плотах пытались пересечь Минганг-Чанг. Японцы хотели переплыть в 300-метровый пролив одной колонной. Примерно на половине пути один из солдат попал в беду. Он стал тонуть, закричал. Союзники включили прожекторы и открыли огонь по японцам. Считается, что лишь нескольким из них удалось выбраться на берег. Той ночью около ста японцев утонуло или погибло от ранений. Определить точное количество вражеских потерь в ходе операции Блок невозможно. По самым скромным подсчетам погибло примерно 200 человек. Было затоплено около 40 лодок с людьми. Возможно, еще 50 умерло в Манграх из-за нехватки провизии и воды. 14 человек взяли в плен. На этом операция Блок завершилась. Это гораздо меньше, чем тысяча. По японским данным, 50 солдатам удалось добраться до другого берега, в то время как другие вернулись на Рамри. В итоге около 500 солдат сумели доплыть до материка. Архивы союзников и японцев по-разному описывают события на Рамри. Но они сходятся в двух вещах. Во-первых, ночью 18 февраля множество японских солдат погибло при попытке покинуть остров Рамри. Во-вторых, ни один из них не был съеден крокодилами. Союзники писали, что крокодилы появились только на утро, чтобы съесть тела погибших. На следующее утро перед нами предстало мрачное зрелище. У берегов Чанга появилось множество крокодилов, хотя раньше их почти не видели. Крокодилы пришли, но уже потом. Значит, обе стороны подтверждают, что никакой крокодилии бойни не было. Так чью историю мы пытались подтвердить все это время? Мне кажется, я знаю, с чего все началось. Пора съездить к людям, увековечившим эту легенду, и разобраться с рекордом раз и навсегда. Книга мировых рекордов Гиннесса утверждает, что крокодилье бойня на Рамре поставила рекорд по числу людей, погибших от крокодилов. Знаю, звучит невероятно, но похоже, наше расследование в Бирме подтвердило, что книга рекордов Гиннесса ошиблась. Я приехал к главному редактору книги, Крейгу Глендею. Здравствуйте, я Сэм. Крейг Глендею, главный редактор книги мировых рекордов Гиннесса. Я прочитал в книге о самом ужасном нападении крокодилов. Откуда узнали об этом рекорде? Из источника, считавшегося очень надежным. В книге 60-х годов. Это только часть найденных нами доказательств, которые подтверждают, что это неправда. Мы знаем, что в ту ночь выжило гораздо больше людей. Военные данные, это очень интересно. В то время у нас их не было, так что мы приняли рекорд. Похоже, все истории мы не знали. Спасибо, что сообщили. Очень интересно, я этого еще не видел. В следующем издании придется внести изменения. Мон Медиа Мондрук, Гютерсло, Германия. Арджей, привет, Сэм. Угадай, где я. Где? В немецкой типографии, где печатают книгу рекордов Гиннесса. Класс. Хочешь посмотреть, что внутри? Давай. Открываю. Сейчас. Самое смертоносное нападение крокодилов. Вопросительный знак. Новое исследование National Geographic поставило под сомнение достоверность рекорда и численность жертв. Значит, мы с тобой переписали историю. Да, мы повлияли на исторический рекорд. Правда, здорово? Теперь мы понимаем, как появилась легенда о крокодиле и бойне. После кровавой битвы в мангровых зарослях союзники взяли в плен лишь нескольких выживших. На следующий день они увидели, как множество крокодилов поедали погибших. Ужасное зрелище, породившее жуткую историю. Дело закрыто. Я рад, что мы сумели расставить все по своим местам. Развеивая мифы и раскрывая тайны Второй мировой войны, мы отдаем дань уважения поколению моего дедушки, сражавшемуся и страдавшему в самых опасных местах на Земле. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Борис Хасанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...